Вопросы антропологии Антропология Павла — это учение о человеке, антропос по-гречески «человек». И здесь основной вопрос апостола относится к идентичности человека. Что значит быть настоящим человеком? И здесь используется целый ряд таких вот у него антропологических терминов, которые он использует в разных контекстах. Это их очень множество, этих контекстов. Ну и вот такие слова, как «тело» и «плоть». Тело, используемое апостолом Павлом, как такое нейтральное обозначение человеческого состояния. «Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших». И таким вот другим термином для обозначения человека является слово «плоть», «саркс». «Внешняя сила, которая хочет овладеть человеком». «Дела плоти» известны, пишет Павел. Он может употребляться в таком негативном смысле, но также иногда и в нейтральном смысле. Например, дано мне жало в плоти, или там в плоти какие-то болезни можно переживать и так далее. То есть не всегда это все что-то такое вот нехорошее, отрицательное. Вот «тело» и «плоть» — антропологические термины. Грех и смерть. Это на самом-то деле смерть — это такая реальность, которая действует в этом мире, и никто ее не может избежать. И вот все разговоры о смерти, они каким-то образом приводят к разговорам о жизни. А что там дальше за пределами смерти? И грех для апостола Павла, он в основном использует его в единственном числе. У апостола Павла только просто пару-тройку случаев, когда он использует во множественном числе грехи. В основном у него грех. И грех — это такая роковая сила, которая предшествует существованию каждого человеческого существа и определяет ее. То есть вот грех пришел в жизнь всех, а через грех пришла смерть. И вот задача, которую озвучивает апостол Павел, что именно все согрешили, все под этой роковой силой действуют. И единственный выход, да, освободиться, получить вот свободу, это через веру в Иисуса Христа, который умер за грехи наши. Вы об этом уже говорили. То есть он разобрался с этим вопросом. И хотя там смерть перешла во всех человеках, мы и верующие, да, они не уходят вот от этой вот физической смерти здесь на земле. Хотя, по мнению апостола Павла, кто-то избежит это, когда Господь вернется. И мертвые во Христе, умершие во Христе, они воскреснут, а те, кто живые, застанут это, они лишь изменятся. Но вот именно победа над смертью — это победа Иисуса Христа. Бог воскресил его из мертвых. И следующий шаг — это же те, кто Христовы в пришествии его, они тоже будут воскрешены. И их участь, вот эта вот жизнь, пребывание с Богом в вечности. Вот победа на смерти апостол Павел, когда рассказывает о том, в каких телах воскреснут христиане, он делает такое вот торжественное заявление, да, смерть, где твоё жало, ад, где твоя победа. То есть это говорит о том, что всё, Христос разобрался с этим. Ещё такой важный антропологический термин, который использует апостол Павел, — это закон. Это норма, которая воспитывает, как окружающим обществом воспринимали. Есть такое греко-римское понимание закона и также понимание закона Моисеева, еврейское понимание закона. Получается, что закон — это норма, которая воспитывает уважение к богам и справедливость между людьми, и тем самым делая жизнь такой вот возможной, приятной. То есть без закона никуда не деться. И беззаконие, грех есть беззаконие, пишет Павел, что вот грех и вот эта сила действуют, что в итоге люди не соблюдают закон. Одновременно закон апостол Павел воспринимает как закон Моисеев, как соблюдение вот этих договорных заветных отношений, и закон как его таком применении именно к народу израильскому, к такой церемониймальный аспект или характеризующий вот этот вот этнический, их уже аспект, там, обрезание, вот эти соблюдения вот этих всех правил. И закон, он, как апостол Павел в послании к кремлинам, хорошо на эту тему рассуждает, что закон, вот закон как вот сила греха. Не было закона, люди даже и не понимают, нарушили они или нарушили. Но как только возникает вот эта вот заповедь, закон, не делай, всегда получается, хочется ее, то есть нарушить такая вот запретный плод, всегда получается сладок. Но вот от власти закона апостол Павел, естественно, вот это воспринимает закон, если для верующих из иудеев, если они движутся в этом законе, будучи евреями, то это их вопрос. Но в отношении верующих из язычников, вот эта сторона, еврейская сторона закона, она уже здесь не работает, они свободны, не нужно накладывать. Вернуться в закон, это все равно, что вот в Галатам он эту идею передает, все равно, что вернуться назад в язычество, если соблюдать вот эти все вещи. И поэтому он говорит, что вот это вот проклятие закона, которое действует, вот это вот закон тоже как такая вот сила, что и люди вот ее нарушают, ну имеется в виду, что люди нарушают закон, это связано вот именно с плотью человека, в ее негативном. Но Христос вот искупил нас от клятвы закона, вот именно в том смысле, как вот освободил, мы стали свободны. И то, что помогло нам достигнуть этой свободы, это вот именно наша вера. Вера, ну тоже в разных смыслах, значениях используется, но вот такое определение можно дать, что это новое определение себя, так как через веру человек входит в новую Божью реальность. И вера – это как подарок, это дар Божьей благодати. Бог предлагает человеку через Духа Божия, вот можно вот принять это новое определение, довериться Богу, войти в эту новую реальность и уже ходить или жить, существовать верою. Мы ходим верою, а не видением, говорит апостол Павел. Мы вот в этой новой Божьей реальности, мы смотрим глазами веры, мы оцениваем, мы принимаем решения. И апостол Павел говорит, все, что не по вере – грех. Вот вера – это такой главный момент. Ну и еще несколько таких второстепенных, отчасти антропологических терминов, таких как свобода, совесть, сердце, ум, разум. Апостол Павел тоже их использует в разных местах. Свобода – это принцип Евангелия, что мы призваны теперь жить в свободе, в свободе от греха. И это, что является основанием, это вот любовь в посвящении Иисуса Христа. Мы теперь, ну, любовь – это такой вот выбор, выбор. И вот она вместе с этим выбором приходит в свободу, свобода в нашу жизнь. Совесть для Павла – это такой внутренний справедливый суд. То вот мы, совесть внутри человека – это только человек может знать, где мы внешне, многие могут не знать, но вот внутри мы себя знаем. И вот совесть, она как у кого развита, у кого она действует в жизни человека. Сердце – тоже такой термин Павел часто использует, что вот в сердце, в сердце все происходит. И сердце – это как такой центр себя у человека. Любовь Божия излилась там в сердца наши, вот в сердце, вот как вот из которого такой центр управления, из которого все происходит. И это тоже такое образное понятие, что здесь не говорится, а вот в физическом органе, вот как это сердце, как метафора вот этого центра сущности человека. И ум-разум – это такое здравое размышление, но здесь Павел говорит, что все движение происходит, вот действие нашего ума, нашего разума, оно теперь не само по себе, но, Павел говорит, мы имеем ум Христов, мы имеем новую способность размышлять, именно использовать вот эти наши способности мыслительные, вот именно в свете Христа. И Дух также помогает, вот именно, как такой, часто мы говорим, какой-то такой фильтр, благодаря которому мы взвешиваем, мы размышляем, мы принимаем какие-то жизненные решения, и ум, он уже не оскверненный. Кому-то, Павел говорит, вот у них их ум, их совесть уже осквернены, а у нас идет вот этот процесс преображения нашего ума, обновления ума нашего, вот именно в свете нашего нового, вот реальности, нашей новой жизни во Христе Иисусе. И таким образом мы видим, что у апостола Павла множественность, он оперирует множеством вот этих антропологических терминах, показывает сущность человека, какова она была до веры, до встречи со Христом, и какой она становится после встречи со Христом, и где мы, вот эти все наши аспекты, ум, сердце, совесть, свобода, вера, все они работают, действуют, преображаются, и именно в этом мы функционируем как Христовы, как верующие, как участники вечной жизни. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Сейчас мы рассмотрим некоторые основополагающие аспекты сатериологии апостола Павла, учения о спасении. Это довольно обширная тема, потому что все, конечно, крутится вокруг спасения человека. И богословские различные утверждения и апостола Павла, мысли в его посланиях, они, конечно, направлены на человека, ради него, все для него. И даже взаимоотношения с Богом, они тоже имеют действия Бога в интересах человека. Итак, вот Божье спасительное и искупляющее деяние в Иисусе Христе является началом и такой ориентирующим направлением, ориентирующейся точкой всей мысли Павла, так как оно повсюду несет на себе сатериологический отпечаток. Христос умер для нашего спасения. И наше спасение происходит в силу нашего живого участия в Божьем акте спасения или искупления. Это спасение происходит в надежде и основано на Божьей любви, на пронобис, как по-латыни можно сказать, для нас, Божьей любви к человечеству, и все это сделано для нас и ради нас. Реальность того, что полнота спасения еще впереди, мы уже спасены, но еще нет. Никоим образом, однако, не умаляет убежденности в том, что переход в новую реальность уже фактически начался. Ибо то, что уже произошло, а не то, что предстоит, является окончательным содержанием Евангелия Павла. И Павел даже говорит, что то, что мы уже спасены, то есть оправданы и примирены с Богом, получили благодать, это самое главное действие. И то, что нас ждет, то есть в будущем, вот это спасение от гнева Божия, спасение через жизнь Иисуса Христа, здесь подразумевается то, что Он воскрес из мертвых, Он первый плод, а мы, Христовы, тоже будем воскреснем в пришествии Его. Это наиболее легкое действие, чем то, что уже совершено однажды Христом. То есть спасение вот в Его совершенном виде. И Его всегда рассматривают в трех измерениях. Спасение в прошлом, спасение сейчас в настоящем и окончательное спасение в будущем. И для апостола Павла спасение было чем-то реальным уже сейчас. И он говорит, пишет Коринфянам, смотрите, уже теперь, сейчас, ныне время благоприятное. Теперь, сейчас день спасения. Новое время, оно ворвалось в настоящее, которое Павел описывает с помощью различных метафор. Настоящее – это уже время благодати и это спасение. Это участие людей, верующих во Христе. И это участие изменяет наше бытие сейчас, наше время сейчас. И иногда задумываешься, а что, если бы не спасение? Где бы я сегодня был? Какова была бы моя жизнь? Что бы я еще натворил в этой жизни, если бы не поверил в Иисуса Христа и не принял спасения? Я спасен. И это совершенно как будто в другой реальности, в другом измерении. И даже вспоминаю, какие были мысли, какие были цели, устремления. Какое вообще... Каждый человек как-то проектирует, как-то он ее представляет, свою жизнь, как она пройдет на протяжении всех лет здесь вот этого земного существования. И то, что является теперь реальностью для меня, я думал, я об этом не мог даже в самых своих лучших снах, в своих мечтах, мечтаниях. Вот то, что как прошла жизнь моя во Христе и как она сейчас проходит, думаю, ну, навряд ли. При любых раскладах, наверное, этого бы и близко не было. И получается вот это вот спасение, эта отправная точка, когда по вере в Иисуса Христа вошел в эту новую реальность, это просто изменяет, меняет все вокруг. Это великая радость. И апостол Павел, вот в чем особенность? Мы, естественно, когда говорим о спасении, многие люди так и думают даже, я помню скептически, а от кого мне спасаться там? Особенно слово сегодня «спасти», «спасение», оно, ну, спасти от какой-то ситуации, там, спасти от какого-то там зла, спасти, ну, вот, когда есть угроза всегда, спасение, это подразумевается, что есть какая-то угроза. И мы обычно привыкли, что это такое общее слово, вот самое главное, тебе нужно спастись, тебе ты должен быть спасен. И иногда говоришь человеку, а он это вообще никак не воспринимает. Но нужно понять, что у апостола Павла вот спасение, это такой общий термин, но существует много-много разновидностей, как вот это, с помощью каких слов это спасение можно передать, можно его озвучить, объяснить и так далее. И у апостола Павла вот именно целый вот этот вот синонимический ряд этих слов, обозначающих спасение, наверное, самый большой. И что для нас важно? Для нас важно осознавать, что вроде здесь говорится об управдании, а здесь говорится о примирении, но на самом-то деле это об одном и том же, просто с разных позиций, с разных перспектив. И для апостола Павла самое главное, наверное, это спасение, это пребывание во Христе. Пребывание во Христе. Все, если ты во Христе, ты спасен. И помните, он говорит фессалоникийцам, которые запереживали, а что будет с теми верующими, которые на земле, здесь их вот, земная физическая жизнь прекратилась, остановилась. Что с ними будет, если они во Христе умерли, в этом, если они умерли, можно по-другому было сказать, если они умерли спасенными, если они умерли оправданными, если они умерли искупленными, и так далее, и так далее. Если они умерли усыновленными, если они умерли детьми Божьими, то проблемы никакой нет. Умерших во Христе, они воскреснут прежде, а потом нас Бог приведет. То есть проблем нет. И получается, со Христом это такой первый шаг. Мы вступаем в эту сферу, и потом пребываем во Христе. Потому что у апостола Павла эта сатериология, учение о спасении, оно просто основано на спасительном деянии Иисуса Христа. Нет Христа, нет спасения. И дальше апостол Павел использует во многих местах, в зависимости от ситуации, что до какой аудитории, находящейся в определенном состоянии мышления, какой термин он использует для того, чтобы лучше это стало понятным. А где-то, как мы с вами посмотрели, 2 Коринфянам 5, 14, 21, Римлянам 5, 1, 10, где там происходит вот этот сгусток целой использования одновременно множества различных терминов, для такого усиления, для того, чтобы показать уж точно спасение. И со всех сторон, со всех ракурсов, чтобы это было понятным. Благодать Божья или благодать Христова – это тоже спасение, принятие этой благодати. Спасение как избавление от чего-то, спасение как освобождение даже там от какого-нибудь рабства, это избавление от гнева Божия, спасение из ситуации, когда конец смерти, конец отделения от Бога, и Бог спасает нас. Оправдание – это юридический термин, были виновными, а Бог оправдал. Он – ты невиновен, говорит, через Иисуса Христа. Примирение – были врагами, примирились с Богом. Вот эта вот идея искупления, у апостола Павла очень мало она используется, вот это слово, по-моему, только в римлянам один раз, вот это вот используется, вот этот термин «хиластерион», он – наше искупление. Но все вот эти выражения, вот эта формула «Христос умер за нас, за грехи наши, за всех», он был еще синонимом является, он был отдан, он был отдан за нас, за грехи наши и так далее, или там «пострадал» еще используется слово, что почему-то мгновенно все начинают видеть это как вот вместо. Но есть альтернативная точка зрения, и мы с вами несколько примеров рассмотрели, где не обязательно, что там заместительная жертва присутствует, что там больше речь идет о соучастии, о солидарности, о единстве со Христом. В другом месте говорит апостол Павел о спасении, как в выкупе, что нас купили, что как Господин, Бог или Христос, наш Господин, он и становится, когда он нас покупает, выкупает из чего-то рабства, что мы были рабами греха, он нас купил себе, он нас купил за цену, и теперь он является нашим Господином. Также прощение грехов, вот эта идея тоже спасения, что он нам прощает, он простил нас, он нам не вменяет, он нам не напоминает всех наших погрешностей, всех наших злых дел или чего-либо, он нам все простил. Прощение как усыновление апостола Павла, мы Духом Божиим теперь взываем, что Бог наш Отец, мы теперь Его сыны, мы с Ним, нам ничего не грозит, мы Его сыны и дочери. Также прощение как определенное преобразование, вот такой тоже термин, как Божья праведность, мы стали праведностью Божьей, у нас такая трансформация произошла, у нас вот новая такая позиция, новая идентификация, новый статус, это тоже прощение, прощение как освящение, или, извините, спасение как освящение, спасение уже в настоящем происходит, что если оно совершилось в прошлом, оно совершится вот в эсхатологическом будущем, спасение, еще можно, вот мы уже упоминали, как откровение славы, вот мы войдем в славу Божию, это тоже спасение, но уже по отношению к будущим, в римлянам мы об этом смотрели, и спасение как сейчас, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, спасение как освящение, как вот это преобразование, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, получается вот этот процесс, и воля Божья ваше освящение, с одной стороны здесь эта сатериология с этикой, сотрудничает близко, но вот именно тот же термин, и какой вывод мы можем сделать, вот в этом множественном, можно еще какие-то найти термины, понятия, которые используются Павлом, для того, чтобы передать вот эту идею спасения, что для каждого человека необходимо представить вот как раз вот это спасение в той обертке, в том виде, чтобы это восполнило его какую-то нужду, если человек находился в каком-либо рабстве, мы видим, что есть нечеловеческое рабство, в рабстве какого-то греха, зависимости, и ему там говорить о каком-нибудь примирении или оправдании, для него это будет непонятно, но если говорить о его освобождении из этого рабства, о выкупе из этого рабства, то это для него будет понятно, или человек, даже вот другой, не знаю, сколько это сильно у Павла, то есть показано, спасение как исцеление, как исцеление, это может быть физическое исцеление, или еще какое-то исцеление, был безнадежно болен, но получил исцеление, и когда мы чувствуем, мы понимаем, общаемся с человеком, не просто ему шаблонно пытаемся рассказать о спасении, а ему от этого и не холодно, и не жарко, а вот понимая, что нужно, какой, узнав вот эту всю ситуацию, в которой человек находится, предложить ему именно спасение, не отмычкой действовать, а ключом, который подходит для этой замочной скважины, и тогда открывается, и вот в жизни многих верующих, когда они рассказывают свое свидетельство, можно определить, вот это представление спасения в таком виде сыграло свою роль, то есть человек принял это спасение в свою жизнь и начал в нем действовать. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.